Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 29 мая. Вот сейчас утро. У нас начинается, после вот таких холодов, начинается аномальная жара. Вышла утром пораньше, чтобы хоть что-то высадить, потому что вчера то, что я высадила, половина сгорела, хотя я прикрывала. Сейчас покажу вам, какие я высаживаю. И сегодня будет 26, завтра будет 27 градусов. Представьте, после такого холода, сразу такая жара, бедные вот эти вот томаты. У нас уже не успевают привыкать к перепадам температур. То сильно холодно, то сильно жарко. Стоят, ничего понять не могут, наверное. Вот это Демидов. Сейчас я буду про него рассказывать, как я формирую его в открытом грунте по многочисленным просьбам. Потому что многие говорят, что вы все про теплицу, про теплицу. У многих нет теплицы, а вы про открытый грунт когда начнете. Так мне про открытый грунт начинать нечего. Я же ничего еще здесь не делала. Я показываю только то, что я делаю. Я вот делаю, например, посынкование, формирование в теплице. Я это и показываю. А здесь мне показывать нечего. Вот эти вот стоят, они давно высажены. Им не требуется еще ничего. А те, которые сейчас высаживаю, они в таком виде замученном, что про них еще рассказывать нечего. Буду их вот, может быть, даже подкармливать. Потому что после нашего града повреждения... Сейчас покажу вам ради интереса, какие высаживаю я томаты на улицу, каких маленьких, недопарышей, но тоже высаживаю. Вот это, кстати, тоннель. Я вам показывала, что в центре были демидовы толстые, рассада. Я ее все продала. А по краям, которая маленькая, она у меня стоит на доращивании. И вот она сейчас несколько дней подрастет. Она уйдет в последнюю очередь. Видите, весь центр выбран, потому что там были толстяки. И вот иду к той грядке, где я высаживаю себе рассаду. Иногда высаживаю и вот такую. Видите, какая крошка. Сравните. Вот это я вот со своих семян выращивала рассаду. И чуть-чуть раньше сеянная. А вот это вот уже в конце скупленных семян в магазине. Ну вот захотелось, например, такой сорт мне развести. И даже если она вот такая вот, не какущая, я все равно ее высаживаю. Буду выхаживать, потому что хочу именно этот сорт. Но тут много. Вот это все у меня чужестранцы. То есть все томаты первый раз я высаживаю. Или которые в магазине купила, или которые присланные, но посаженные попозже. И вот что хотела сказать. Я когда говорила, что жара ничем не лучше, чем холод, высаженные вчера в жару, я хотя их прикрыла нетканкой, все, смотрите, как выглядят томаты. И посмотришь на те, которые я до морозов высадила, они, конечно, выглядят намного лучше. И вот про открытый грунт. Что я скажу про открытый грунт, если я только-только-только начала их высаживать. У нас даже срок не подошел, такой традиционный. У нас же после 10 июня мы высаживаем. Но я высаживаю сейчас, потому что я потом не успею. Вот в открытом грунте. Ну тут, правда, есть несколько хороших. Хороших это вот мой казанова тут. Он уже цветет, но тоже ждал долго. Видите, она немножко как подвытянувшаяся. Но так как я никаких действий еще с ними не делала, мне показывать вам в открытом грунте нечего. Сегодня будет первое видео с открытого грунта. Это как я в открытом грунте... Ой, подождите. У меня еще бетонные поребрики лежат. Как я в открытом грунте демидова формирую, как его можно формировать. И как я вот тех вот замученных саженцев буду как бы приводить в себя после града, после холода. Все, пока в открытом грунте ничего не делала. Зато трава растет. Вообще у нас вот сейчас жара наступает. Она доставит нам столько же много неприятностей, как и холод, потому что высаженные томаты в жару, они точно так же у них и желтеют листья, и сгорают, и опадают. И для корневой системы плохо. И сколько бы ни поливал в лунку, верхушка все равно может обгореть. Ну вот боролись с холодом, теперь будем бороться с жарой. Мне уже написали, что нас ожидает в июне аномальная жара. В прошлом году было точно так же, что в холод не успела высадить, в жару высаживала, и тут же половина все погибала. Приходится опять дуги ставить, накрывать от жары, как-то спасать в первые дни. Ну, короче, легко, не дается никому получение урожая. Но все равно будем надеяться на лучшее. В прошлом году, как бы плохо не было, урожай был хороший. В этом году, уверена, тоже. Все, до свидания. Сейчас буду рассказывать вам подробно о Демидове на улице. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!